Всем добрый день, меня зовут Сангаревич, компания FreshForex. Начинаем наш вебинар по обзору рынка. Сегодня у нас пятница 23 ноября, как ее еще называют в Америке, черная пятница. В принципе, это явление родилось в Америке и уже перекинулось на весь мир. У нас и сегодня, допустим, в России, там Украина, Казахстан, Китай, Япония, европейские страны, проходит черная пятница, распродажи, везде объявления, там на почте можно много сегодня там писем увидеть, я уже там, наверное, писем 15 сегодня посмотрел с различными предложениями. Сегодня вот в Америке придумали и всему миру это не понравилось. Что у нас по факту? Значит, сегодня в Америке день рабочий, но многие инвесторы такие большие, они еще отдыхают, скажем так, наверное, я не знаю, сколько точно в количестве отдыхает, нет информации нет. Но обычно так вот, как раньше говорили, писали там о новостях и так далее, примерно половина работает сегодня, половина не работает. Можно принять это так вот за основу и от этой основы отталкиваться, допустим, исходим с того, что половина работает, а вчера еще меньше работало, поэтому сегодня день такой поактивнее. В Японии сегодня выходной, там государственный праздник, там сегодня не работает. Важных новостей сегодня особо нет, были новости вчера, очень интересные, и сейчас мы об этом поговорим. И начнем как раз с новости номер один, это фунт, это тот самый сериал под названием Brexit, он продолжается. Только мы вроде говорили, что социал какое-то время прекратился, взяли выходные актеры, но вчера актеры не стали праздновать день благодарения, что в принципе логично, поскольку они эти актеры из Европы, а день благодарения все-таки в Америке. И они решили провести там еще один раунд переговоров и договорились по Brexit, значит. Насколько можно верить этой информации, информация и хочется смеяться и плакать, потому что таких разговоров про то, что договорились было на моей памяти за месяца два последних раз десять, и то, что не договорились тоже было раз десять. И насколько сейчас можно в это верить. Точка этой нет. Я думаю, что это еще не точка окончательно. Я думаю, что еще будут разговоры на эту тему. То есть сериал Brexit, он еще не завершен. Но, судя по всему, он подходит к логическому завершению, потому что уже устали все этого сериала. Санта-Барбара такая длительная. Она началась у нас почти два с половиной года назад. И до сих пор идет эта редкая Санта-Барбара. И, видимо, актеры уже устали, потому что вчера европейцы сами предложили британцам. Вроде мы согласны, там давайте подписывать. Ну и британцы вроде согласны. В чем есть загвоздка? Загвоздка в том, что европейцы раньше нужно было так, чтобы согласились и в британском парламенте, и европейцы. Европейцы согласились. И вчера такие новости вышли. И вот фунт стрелил так вверх. И мы как раз говорили об этом. Было 29.30. Немножко, правда, не дошли. Вот вчера 29.26. Прямо четыре пункта. И теперь британский парламент должен все это утвердить. Утвердить или нет, тут тоже непонятно. Потому что там есть противники ТЗМ. Я документы ТЗМ придумал. Поэтому они, наверное, будут тоже там до последнего года крутить. Ну, сериал продолжается. Что у нас сейчас может быть по факту? Такая вот моделька, которая сейчас есть, она у нас периодически возникает. И она мне напоминает вот, что у нас такой вот флет. И мы из этого флета, обычно вот рынок тестирует обе границы флета. То есть и нижнюю и верхнюю. Обычно сначала нижнюю. То есть у нас есть нижняя граница, которая образована на экстремуме 17.00. Вчера 17 часов. Это 1.2850. Обычно рынок сейчас, значит, снижается. После этого идет на верхнюю границу. Верхнюю границу либо чуть-чуть пробивает, либо сильно пробивает. Бывает вот так вот 50 на 50 где-то. Может быть, 1-2 пункта и все. Поэтому я исхожу из того, что надо на 20.50 покупать. И цель 29.6, вчерашний максимум. Вот здесь по фунту. Дальше надо будет смотреть. Может быть, пойдем дальше вверх. Может быть, пойдем. Сейчас котировка 27.64. 28.50, значит, покупка. И 29.26 продаж. Торгуем флэт. Вот границ флэта. Покупаем на верхнюю продажу. Евро потихонечку движется вверх. Правда вяло. Вчера вы смотрели на 1.1433. Здесь цель вверху находится 1.1479. Верхняя по Боллинжеру. Надо покупать евро с этой целью. Текущий уровень 1.141 вполне хороший, чтобы купить сейчас. И 1.1479 ждать роста. День был вялый, потому что праздники. И дальше только 14.33. Сегодня праздников нет. Поэтому можем и сходить как раз на 14.70. Что касается пары долларов японской иены. Я видел Олег про СНП и спрашивал. Здесь смотрите, Олег, СНП пока не реагирует. Почему? Потому что СНП у нас активно торгуется в американскую сеть. Это американский инструмент. И американская сеть начинается в 17.30. Поэтому около этого времени начнется движение как раз. А сейчас Америка спит, отдыхает. Наверное, даже Трамп спит. В твиттере ничего не пишет. Он обычно просыпается там. Его твиттер, я не знаю, сколько просыпает страна. Но в твиттере он начинает писать там свои сообщения где-то в 14.30 по Москве в 15.00. Поэтому спят они. Вчера наелись. У них большие животы там. Они наелись индейки, напились вина. И сейчас реагировать особо некому. В Азии мог реагировать рынок. Но Япония отдыхает. Центр Токио отдыхает сегодня. Там банки закрыты, рынок облигации закрыты, рынок акций закрыты. То есть там как бы реагировать некому. Поэтому и СНП не реагирует, естественно. Ни на что. И где-то в 13.30, смотрите, в сессии начнется реакция. И я думаю как раз в это время пойдет пара вверх и вверх СНП. То есть сейчас пока ничего с этой валютной парой не делать. И подождать 17 часов ровно. И после этого можно покупать сервис в 113.30. Какой будет уровень там и купить. Скорее всего уровень будет позже примерно как сейчас. 112.85, 112.95. Потому что сейчас так все будет тихо, спокойно. Что касается СНП в целом. Какие есть варианты развития событий. И вчера Дональд, он даже в празднике постоянно что-то пишет в квитере, выступает. Человек эпатажный, любит славу. У него такая видимо большая такая потребность. Как у нас говорили в исследованиях. Про пирамиду Маслову. Про пирамиду потребностей. И там как раз говорили, что не помню какой там уровень. 5 этих уровней. На каком-то уровне там потребность признания и уважения. И вот как раз она в принципе всех людей. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот Дональд, она зашкаливает просто. По нему сразу это вид. То есть ему прямо это надо. Вот потребность признания и уважения. Прямо чтобы его признали, уважали. В общем все прям было супер. Ну и вчера Дональд, он что сказал. Он сказал, что значит мы готовы договориться с Китаем. Потому что Китай хочет наши договоренности. То есть по торговым вопросам. Можно ли верить Дональду? Потому что Дональд, он такой дедушка. Что дедушка сказал, то надо вы и дели. Если перефразировать известное выражение. Можно ли верить этому дедушке? Отчасти нельзя. Потому что Дональд много чего говорит. И не всегда это существенно. Но по большей части верить можно. Почему можно? Потому что Дональд сказал, что соглашение будет подписано. В следующей неделе на саммите G20. Там получается такая большая тусовка будет. И Трамп с Си Цзин Пи, с китайским руководителем. И с Путиным, президентом России. И два таких важных сайта будет в Аргентине на следующей неделе. У Трампа. И он что сказал? Он сказал, что я не готов подписать, если Китай будет сговорчив. И он сказал, что Китай будет сговорчив. Они к ним обратились, китайцы. И второй момент, самый важный. Я бы на что обратил внимание. Это прошло уже между строк. Но прошло тоже вчера. Они составили список делегатов. Кто будет участвовать в переговорах с странами Америки. Вот в этих переговорах. Там как получается. По постарственному. Подается список делегатов. Кто будет с президентом вместе. Обсуждать вопросы различные. И там все это фиксируется. И вот в этом списке нет товарища Навара. Это экономист. Советник. Один из советников Трампа. И в чем здесь суть? Суть в том, что на каранстве Навара он и продвигал Трампу эту идею, что китайцы под лицами и мерзавцы надо их давить. Торговая война и так далее и тому подобное. То есть вот советник Трампа Помпео, который госсекретарь, он продвигал идею, что иранцы под лицами и мерзавцы надо их давить. Трамп согласится давить. Задавил их давить сейчас и сказал, что будет продолжать давить дальше. И Помпео как бы у него там такой ближайший его саратник. То вот Навара тоже был в числе приближенных. И Трамп ему верил вначале. И он активно кричал против Китая. В общем, и сейчас Трамп впервые его не берет в бой в такую важную поездку. Это тема года. Саммит 20-й будет на следующей неделе. Это событие года. И на главные события он его описывает. И его вообще не будет. Поэтому здесь получается как бы что, о чем речь. То есть вектор поменялся, да, курс изменился. Плюс, что еще получилось, значит. Это уже вторник была новость. Забыл про них рассказать. И была новость такая, что вот этому Навара запретили вообще делать комментарии. Какие-либо. То есть он до этого всегда комментарии давал там. Что мы торговую войну с Китаем будем вести до победы. Там китайцы мерзавцы, подлецы и так далее. И в общем это разрешалось. То есть он уходил как экономический советник. Там и т.д. и т.п. И сейчас ему запретили. Сказать, что если ты чего-то говоришь. То говори свое личное мнение. Ни в коем случае не администрация, США и так далее. И так далее. То есть опять себе курс поменялся. Да. Получается, если маленько дальше подумать. Помозговать. То получается, что судя по всему будут договариваться. Мы ранее летом, я много раз говорил на тему, что будут договариваться. Потому что как бы летом тогда у нас были два таких вопроса. Да. На повестке дня глобальных. Это торговая война и санкции против России в отношении банков. Там облигаций. И я говорю по обоим вопросам, что по санкциям ничего не будет. Либо будут санкции в отношении промсвязь банка. Которые подготовили под санкцию. Уже сама Россия его подготовила. И если США их ведут, то только против него. И вроде бы мы верим. И все. А никто ничего не пострадал. Либо не будет никаких даже против промсвязи. И по торговой войне также будут договоренности. Потому что одни без них жить не могут. И китайцы, и американцы друг на друга сильно завязаны. И поэтому им не получится провести дорогую войну. Поэтому они будут договариваться. И их будут тянуть до последнего. Потому что кто-то должен пойти на какие-то большие уступки. Поэтому сейчас, видимо, время пришло. Видимо, китайцы решили пойти на большие уступки. Потому что китайцам банально нужно продавать куда-то свои товары. Вот эти продукции. Можно, конечно, в Россию завалить этими товарами. Но Россия все не пойдет. Европа тоже. А вот американцы потребляют и много. Поэтому китайцы, видимо, пошли. И Трамп, в принципе, согласен. Поэтому здесь, скорее всего, такая ситуация. Поэтому, судя по всему, у нас будет плюс-минус какая-то договоренность. И, естественно, для рынка в декабре это позитив. Ну, а сейчас тоже позитив есть. Это вот Черная пятница. Начинается Крисмас ралли сегодняшнего дня. Так называемый Рождественский ралли. Поэтому 17 часов. Открываем позицию Бать. Цель 113.30. Не высоко пока. Потому что все равно день такой еще не совсем. Там все равно еще часть инвесторов отдыхает сегодня. Она вчера отдыхала. А завтра у них длительные такие выходные. Поэтому здесь такая ситуация. Уважаемые, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И я на них с удовольствием отвечу. Так, какие у нас вопросы в чате? Так, вопросов пока я вроде не вижу. Тогда что у нас сегодня еще интересно? У нас сегодня нефть, на мой взгляд, должна сегодня пойти вверх. Тоже где-то в 17 часов. Я дома. Начнется и СНП, и по нефти вверх. Куда здесь цель? Это 64, 72.00. Это максимум 11.00. Ой, 11.00. Максимум 21.00 ноября. У нас с удовольствием неплохая пара такая, которая падает потихонечку. Но при этом нижняя полинжера, она снижается. И она падает, падает, а нижняя все ниже и ниже. И мы не вышли за нижнюю, поэтому можно продолжать продавать. И мы можем выйти за нижнюю. На пять лет только развалку будет. Поэтому нижняя у нас по морю в этой валютной паре 5,2183. Сейчас котировка 5,2795. Поэтому продаем вот с этой целью 1,82. Евгения, спасибо про Сбербанк. По Сбербанку здесь сейчас торги начнутся минут через 14 активные. Лондон открывается. Потому что Сбербанк это банк хоть и российский, но основные участники это иностранцы. И в основном основные участники это американцы и британцы. Американцы сегодня 50 на 50, кто работает, кто пьянствует. И так вот получается. Британцы сегодня работают активно. Вчера британцы работали, подросли немножко. Сейчас рынок открывается в Британии через 13 минут. Я думаю тоже начнет движение вверх. Что здесь в целом? Если смотреть прямо сегодня, то я думаю пройдем вчерашний максимум, наверное и все. 199,99. Куда-нибудь вот 250, допустим. Не 250, а 200,50. И наверное все. Если так в целом смотреть, то, как я говорил, будут ждать саммита Трампа Путина. И если все нормально, скорее всего все будет нормально, я думаю, то уходят после вот этого саммита 3 декабря в хороший ралли, такой вверх. Около 230, около этого уровня. Пойдет ли на нижнюю? Я думаю нет. Я думаю нет. Пойдет ли на среднюю? Шансы есть к средней. Средняя стоит 100, 90, 50, 55. Но тоже не факт. Потому что мы от средней отбились. Два дня отбились. Можно на среднюю не пойти. Но если смотреть куда можем упасть, то к средней да, скорее да, а нижней скорее нет. Так я думаю, что после саммита должен быть рог вверх. То есть там поговорят, они о чем не договорятся, как обычно. И скажут, что провели хорошую платворную встречу, что нужно провести еще одну встречу. Там Трамп пригласит Путина, скажет, что нужно договариваться и т.д. В принципе, если так вот смотреть, то Трамп в принципе свои обещания выполняет пока что. То есть он обещал там сделать налоговую реформу, чтобы корпорации заработали, олигархи стали еще более богатыми. Он это сделал. У него много друзей олигархов, потому что он сам олигарх. И как бы он и помог друзьям. Друзей не обманул. Он обещал помочь алюминиевой компании. Он помог. Против Русава тут пошли непонятки, санкции, не санкции. Там продление отсрочки. Ну, в общем, помог. Русава вне игры оказался. Цены на алюминий подросли. Компания заработала алюминиевая алкога в Америке. Обещал торговую войну. Устроили тоже. Обещал снизить цены на бензин перед выборами. Сделал это. Обещал помедлиться с Россией. Вот это, наверное, и СКР. С Северной Кореей. И, получается, Северная Корея тоже там пока еще не помирились. Но вроде как уже и не воюют. Общаются нормально. То есть, вроде уже как мир. И теперь с Россией осталось. То есть, поэтому, в принципе, может быть и даже большие подвижки-то. Северная Корея. Потому что, из всего того, что он заявлял, он делает. И даже вот это как-то необычно. Обычно у нас все, что заявляют, он ничего не делает. Обещают нам хорошую жизнь. Там доступное жилье. Бесплатную медицину. По факту мы получаем, например, в России, я имею в виду. Совершенно наоборот. У них вот как-то с Трампом пока получается. То есть, даже вот странно как-то. Будет ли у России исключение? То есть, все. Программа предобранная будет кроме России. Может быть и так будет. Но если исходить с того, что он и по России тоже будет выполнять свои вот эти обещания предобранные, то получается Россия будет договариваться. И Россия сама тоже заинтересована. Потому что тут вчера тоже были такие новости, что там Левада-центр, я не знаю, то ли они ошиблись, то ли они еще чего. В общем, писали, что рейтинг Путина очень низкий. Впервые за всю историю наблюдения соцопросов. Он, я думаю, был всегда низкий. Просто, наверное, Левада-центр раньше всегда приукрашивал информацию. Тут, может быть, просто напитали те цифры, которые всегда и были. Но вот по факту получается, что рейтинг президента падает. Народ поначалу радовался. Там Крым наш. По факту Крым вылез в такую большую проблему с этими санкциями и так далее, что просто эйфория от Крыма пошла. Сейчас тяжелые будни, и людям банально это не нравится. Плюс пенсию подняли, да. Чем меньше у нас останется, тем больше нам достается. И, в принципе, сейчас Путину тоже интересно договариваться, что были послабления, немножко экономику перезапустить. Поэтому, в принципе, наверное, Трамп ждет такого же шага, как вот китайцы. Они упирались до последнего. Но потом сами вышли на связь. Позвонили первые. Так и здесь. Ждут, видимо, потому что вы сами на связь выйдете, тогда и с вами договоримся. Поэтому, наверное, все должно быть нормально. И здесь, тут как бы, по идее, выходим на 230. Я думаю, да, Евгений, 230. Вопрос времени. Успеем это к Новому году или это будет в январе? Я думаю, декабрь, январь, 230. Может быть, успеем и к Новому году, потому что, допустим, там, что прям вообще все договорились, прям, ну, супер, там, там, хорошая встреча прошла, там, и обнимались, и целовались, там, и все здорово. Ну, вроде Крисмаса, как бы, почему бы под Крисмас ралли не загнать рынок на 230, на сильное сопротивление 230. Можем успеть. Поэтому, я думаю, что основная игра начнется в декабре, а сейчас плюс-минус 200, вот такая болтанка. Сейчас, через 8 минут, англичане начинают покупать АДИАР на Лондонской бирже. АДИАР – американский специальный расписки. У нас Сбербанк, как и многие российские компании, торгуется на МОС-бирже акции, а на Лондонской бирже АДИАР – это такой специальный инструмент, который, как бы, синтетический, приравненный к акциям. АДИАР называется. И вот АДИАР и Сбербанк сейчас начнут, как раз, я думаю, гнать вверх в Лондоне и в рублях на МОС-бирже поднимется. Вчера, по крайней мере, гнали потихонечку вверх, сегодня, я думаю, тоже потихонечку подгонят. Вот здесь такая ситуация. Поэтому сейчас плюс-минус 200, там, 205, небольшой рост, 200,5, и на следующей неделе тоже плюс-минус небольшой рост, скоро 204. И потом дальше выход уже хороший вверх с 3 декабря. Я думаю, вот так вот. Рубль остался, грубо говоря, сегодня последний день, когда можно упасть. В понедельник потом будет стабилизация. Не успеваем, судя по всему, дойти до нижней по Боллинджу. 64, 61, но, наверное, уйдем туда попозже просто. Сегодня, наверное, уйдем куда-нибудь на 65, там, 10. Пара долларов была. Сегодня последний, когда меняют вот эти вот самые валютную выручку на выплату НДП, налог на добычку поездных скопаемых. И здесь получается, что здесь, не знаю, упасть на, получается, 50 плюс 30, там, 90 копеек вниз за один день, наверное, вверх не получится, но копеек еще на 30 сходит сегодня. Поэтому это 65, 10, я думаю, будет установка. Пауза будет всю следующую неделю, и потом уже, получается, я думаю, выход будет вот на 64, 60 и ниже, уже как раз после саммита в двадцатке вот этой. Начнутся разговоры, что там, теперь сам там пока не будет, можно покупать облигации, можно покупать акции, там, можно рубль покупать, ставка высокая, Центробанка, Кэритрейт, там, городские сумасшедшие потихонечку будут дома сидеть, не вылазить, потому что они кричали, в декабре будет 120, а в два раза меньше почти мы видим, и тоже, как бы, у них сейчас тяжелое такое период обострение будет, наверное, пока все уляжется. Поэтому, скорее всего, вот так вот, сегодня падает, в паре доллару, в следующей неделе плюс-бинус боковик, ждут саммита Трамп с Путиным, потом будут, скорее всего, красивые такие заголовки там, что там и так и сяк, там, это Путин молодец, он себя хорошо с ним повел, и Трамп тоже молодец, не дал себя обмануть проказнику этому. И, ну, вроде все молодцы, и надо вот дальше в паре доллару, я думаю, вот так вот будет. Так, не обижайтесь, разногласия, не понимаю, о чем пишет трейдер, но я, честно говоря, никогда и не обижался, и, честно говоря, не понял, о чем вы тут имеете. Упахи деньги, какие-то разногласия, упахи деньги, решите, пожалуйста. Упахи деньги, лично можете мне передать, я не откажусь. Даже не буду обижаться, если передавите. Но это небольшая шутка. И, значит, наверное, все, сегодня у нас пока все, и пока вот так вот. Получается евро вверх, фонд тоже вверх, вот граница флета, доллар-иена вверх в 17 часов. Ждем Америку, S&P тоже вверх, Сбербанк потихонечку вверх. Сбербанк ждет саммита Путина с Трампом. И доллар-рубль тоже потихонечку гнить, значит, рубль потихонечку укрепляется. Всех благодарю за внимание, желаю всем успехов в торговле, хороших выходных. В понедельник не забудьте, что мы с вами встречаемся, как обычно, в 10 часов.